Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Семья на чемоданах, с вами я, Славян, Настенка. Мы в полном составе под звуки мечети погружаемся в атмосферу Стамбула. И сегодня я вас приглашаю в новый выпуск, который не должен был выйти. На самом деле получился материал, который мы решили не выпускать. А потом подумали, да почему бы и нет, пусть будет на канале. И получился такой небольшой выпуск. Сегодня в выпуске нас ждут великие дела. Сегодня в выпуске мы организуем Пасху, хотя, учитывая, что она нас застала в Стамбуле, а мы жили в центре, это на самом деле целая проблема. Сейчас поймете почему. Мы даже расстроились и подумали, что скорее всего ничего делать не будем. Но выход нашли, сейчас все увидите. Обязательно досмотрите выпуск до конца, поставьте лайки и напишите комментарий. Ну и конечно же сделайте репост в свои социальные сети. И помните, что все важные ссылки, как всегда, есть в описании к этому видеоролику. Поехали! Сейчас мониторим, значит, цены. Пока мы были на Шри-Ланке, мы смотрели цены на перелет из Стамбула до Анталии. Цены были типа 23-25 тысяч, что существенно дороже, чем мы летели из Анталии в Стамбул, когда летели на Шри-Ланку. И решили не покупать билеты. Почему? Потому что у нас были сплошные вопросы. Вообще пустят нас или не пустят. Вот. В Стамбул, так как у нас просрочка была, так как мы нелегалами вообще залетаем сюда. Кто не смотрел выпуск, обязательно гляньте по ссылочке в описании, как мы летели. И сейчас вот смотрим. Цены вообще сейчас на перелет начинаются, получается, от 14 тысяч. Но рейс этот не подходит, потому что вылет в 0.0.15. То есть вообще не вариант. И мы вот тут смотрим, есть нормально достаточно рейс за 18-250, это уже с багажом, Pegasus на 11.45. То есть проснемся, позавтракаем, вот, и полетим. Вот, видите, отлично прям. Ну и, естественно, будем покупать уже непосредственно через авиасейлс. Достаточно выгодно получается. Ссылка, кто летает, есть в описании. Переходите по ссылке, бронируйте себе тоже билеты. Мы сегодня целый день сидим дома, потому что, видимо, из-за всех этих историй стресса у меня организм дал сбой. И я лежу, единственное, что сейчас сходил, купил воду, купил молоко и, конечно же, наш любимый мерджимек. Взяли его с собой, вчера его кушали в этой столовой. Офигенный. Вот, суп офигенный, столовая тоже классная. Сейчас пошел вот у них с собой, взял пять порций, будем кушать. Фух. И, надеюсь, меня до вечера или к вечеру меня отпустят, и мы продолжим изучать Стамбул. Но это не точно. У нас сейчас очень крутая задача, нам нужно купить что-то, чем покрасить яйца. Ведь завтра Пасха, и Настенка почитала в интернете. Какие есть варианты? Натуральные. Свекла, капуста, куркума, яичная, ой, луковая шелуха и так далее. Еще можно покрасить вином, и мы думали на эту тему. Артем потом говорит, папа, а если вино просочится в яйцо, что мы будем есть вино? Мы такие, точно этот вариант исключаем сразу. И заодно вечернюю атмосферу с этой прекрасной улицы. Вот здесь вообще классно. Слушайте, это прям лучшее, где мы бывали за последнее время. Учитывая, что мы соскучились по всей этой движухе, это, конечно, потрясающе. Я почитал в интернете, что здесь, на этом районе, есть российское посольство или консульство, что такое. И возле него, скорее всего, продают куличи. Ну, по крайней мере, так было написано, что люди покупали. Нам эти минут 10 мы решили пройти и посмотреть, а вдруг реально будут. Потому что дети, конечно, в шоке, что куличей не будет. Но вроде понимают, что мы просто в другой стране. Да, Тёма? Да. Смотри, без кулича, яйца покрасим вином. Красота же есть? Я вообще хотел маркером. У меня есть маркер, я маркером покрасил. Ну ладно. Что, короче, вино не будешь? А я буду. А ты будешь? Здесь, если пойти сейчас налево, вон туда, попадешь к морю. Но там такой спуск тяжелый вообще. Мы тоже ходили туда. А вот если пойти прямо, мы вот как раз и не ходили туда, в эту сторону посольства. То там продолжение этой улицы. Вот, собственно, там у нас прям что-то новенькое нас сейчас ждет. Так что пойдемте вместе посмотрим, что. Вообще, Настенка правильно сказала, здесь можно вообще это, просто каждый день ходить по этой улице и все. И больше ничего ей не надо. Что? Фастфуд турецкий, бумпир, это что-то типа нашего фрошка-картошка. Это печеный картофель с разными начинками. Тоже хочу попробовать давно, вот и что. А, понятно. Ну и продолжение на улице. Та же улица. О, людей, тьма вообще просто. Вы посмотрите, что там творится. С пригоркой это особенно видно. Ой! Это прям такая достопримечательность на этой улице. Поговорим про связь. Вы знаете, когда ты путешествуешь, меняешь локации из страны в страну, очень важно оставаться на связи. Ну, нам так точно. И я уже неоднократно делился, как оставаться на связи. И сегодня хочу поделиться еще раз, только так сказать, не про связь на весь мир. В общем, смысл в чем заключается? Пока мы летали на Шри-Ланку, через Арабские Эмираты, мы меняли всякие разные локации. И очень важно оставаться на связи, потому что работа. Важно, чтобы был интернет. Еще находясь в Турции зимой, мы обзавелись карта ЕСИМ от компании Айрала. Вот, пожалуйста. Мы подключили, подключили международную ЕСИМ, которая работает в 84 странах. И вы даже не представляете, насколько это удобно. Прилетая в определенную страну, тебе не нужно наводить суету, бегать, искать, где дешевле купить сим-карту, подбирать какие-то тарифы. Нет, вы просто заранее себе все подключили, она как будто бы у вас есть в телефоне, и вы всегда остаетесь на связи. Это очень и очень удобно. Я прям рекомендую это сделать, если вы перелетаете из страны в страну. Сейчас мы прилетели в Турцию, и, конечно же, в Стамбуле мы начали заходить в местные операторы и спрашивать, можно ли подключить сим-карту. Напомню, когда мы улетали, мы хотели тоже себе купить сим-карту, в итоге цена на Анталийском берегу составляла 1000 лир. На минуточку это больше 4000 рублей, 20 гигов за месяц. Вы представляете эту сумму вообще, такую цену отдать за сим-карту? Это, ну, в моей голове это не укладывается. И вот мы сейчас прилетели, тоже узнаем, и сим-карта сейчас стоит от 700 лир, что дорого, это чуть более 3000 рублей. И тут я вспоминаю, что точно в iRala есть как международные сим-карты, так и местные сим-карты. Заходим туда, выбираем именно страну Турция и смотрим, какие пакеты нам предоставляют. И вот, пожалуйста, если активировать вот эту сим-карту на 20 гигов так же в месяц, как и обычная физическая карта, то цена гораздо-гораздо дешевле. И, естественно, мы сейчас берем эту сим-карту с 20 гигами на один телефон подключим, и, как говорится, мы свободны с интернетом. Ребятки, я ссылочку оставлю там, это лично от меня такая рекомендация. Плюс ко всему, если вы оформите сим-карту по моей ссылке, вам будет скидка в размере нескольких долларов, что тоже немало важно. Будьте на связи и путешествуйте. Вот, посмотрите, вот это вот, это как раз и есть российское представительство в Турции. Вот, осталось только куличи найти. Где же здесь куличи? Вы только гляньте на эту красоту. Сорян, если я вас дразню, но показать не могу. Здесь прямо на улице находится такая церковь католическая. Вау, какая она шикарная. Невероятная. Конечно, пойдемте зайдем вовнутрь, ни разу не были. Посмотрим, как там внутри. Вот это да! Вон, Мирошка сразу. Да, в таком месте мы еще не были никогда. Можно даже просто пройти, сесть, посидеть. Иисус. Шикарный зал, да? Зашли на ужин в столовую нашу, но что-то столовая какая-то, не столовая. Вот, за вот это вот все мы отдали 650 лир. Это почти 3000 рублей, что считаем очень много. Мне кажется, такое ощущение, что они ценники завышают. Возможно. Видят, что туристы. Но вкусно. В общем, смысл в том, что лучше не ходить в столовки, где нет вообще никаких цен. Непонятно, как они считают. Как бы явный обман. Лучше ходить в кафешки, где вы заказываете по меню и четко видите цену. И она отображается в чеке. Потому что здесь чек не дают никогда. Вот даже суп мы покупаем, Мельжемек, он стоит 17. Вот и посчитайте. Вот я сегодня покупал 5 супов по 17, а общий счет вышел на 120 лир. Как? Непонятно. Ну что же, мы купили билеты в Анталию. Классно, потому что рейс будет у нас почти к обеду. Летим как раз будет обед, уже по прилету будем кушать. Это как бы очень хорошо. Экономия денег в аэропорту. Значит, единственное, что мы думали, полетим и, как он, Сахигенчин называется. А мы полетим все-таки снова из Истамбула. Так что на дорогу нужно будет еще заложить деньжат. Билеты обошлись нам в 16200, по-моему. А на Шри-Ланке, когда мы смотрели, хотели покупать, было самое минимальное. Это 23. Видимо, как-то он считывает геолокацию, что ты сейчас находишься в Турции. И для местных ценник опускает. Ну, я так предполагаю. Возможно, это не так. Покупали через Авиаселс, чтобы не ловить геморрой через турецкую карту. Ссылочку на Авиаселс оставляем там в описании. Мы не купили никаких красителей. Не нашли, короче, ни свеклу, ни куча лука. Короче, нет ничего вообще. Даже фломастеров здесь и нет. И у нас, короче, ничего нет. В итоге что-то меня так резко прострелило. Слушай, а если купить эти напитки и кока-кола, фанта, спрайт, вот эти с красителями, я думаю, что покрасится. Вот, почитал, короче, нашел. Ну, статейку, так уже делали. Я думаю, пойду схожу, куплю. Купили, в общем, вот такой набор. Яблочные соки. Да, нет, это чей этот, вишневый. Посмотрим сейчас, что получится. Куличи мы тоже не нашли, короче, ничего здесь нет. Но вместо куличей купили вот такие маленькие кексики. Кучу вам все вместо. Вот, все вместо. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Ну, что же, яйца сварились. Теперь наша задача вскрывать банки. Вот так вот. Они надо горячие и края? Я не знаю. Ну, наверное, давай попробуем засунуть. Лопнет оно, не лопнет? Так, у нас есть... Не-не, вот эти, Настя, большие. Не, понимаешь, это пока классно. Шоснок. У нас не хватит столько. А нам не хватит только стакану. Может быть, хватит, кстати. Но просто, я думала, мы по ни одной яйце уже будем. Нет, просто нужно, чтобы яйцо полностью было в этой же дискостье. Ну, вот мы несколько можем сразу засунуть и красть. О, смотри, нам прям четко хватило под тарелку. Мы на всю ночь, наверное, положим. Как говорит Тёмка, это самая необычная Пасха. Здесь фанта, здесь вишневый сок, здесь мы вот заварили чай, здесь еще вишневый сок, здесь кока-кола, здесь фанта. Ну и сами посмотрите, как они вон уже окрашиваются. Они уже далеко не белые, на самом деле. Ну, посмотрим. Оставим их до утра. Да, больше искали. Ну что же, у нас эти яйца стояли всю ночь. И посмотрите, что получилось. Вот это вот, вот эти красивые яйца, самые красивые получились из вишневого лимонада. Представляете? Вот эти яйца получились из чая, да, Настян? Или голод? Чай, чай, чай. Это чай, это тоже вишневый, но вытащили почти сразу. Это мальчишки разукрасили после фанты карандашами. Самое интересное, что фанта вообще не красит. Я вчера сказал про то, что на каждой фанте пишет 100% апельсиновый сок. Вот, и реально, вот судя по краске, это история, что 100% апельсиновый сок подтвердилась. Вот эти яйца, это исколы. Одни и те же почти. Да, они очень похожи с чаем. Вот видите, яйца из фанта отправлены на забот, на доработку. Да, парень? Ну я здесь еще хочу кому-то здесь нарисовать. Нарисуй. Давай. Ну и финальный штрих мы вот так вот все аккуратно разложили. У нас получаются наши мини-кулички. Они же кексики. И, собственно, яйца, которые вот так вот покрасили лимонадами. Серьезно, что последнего не верилось, что это получится. Ну и, конечно, фанта очень сильно удивила. Но это не говорит про то, что надо ее много пить. Давайте с братьевами бейся. Миран, давай. Миран. 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 А, ну с Артемкой, давай. Иисус, воскресенье. О, чемпион выиграет. Воистину воскрес. Давай теперь ты бей, Артем. Воистину воскрес. О, это ты быстро заброшил. Блин, я выиграл. Мое яйцо пока в чемпион. Тема, давай с Родиком бейся. С Родиком тебя взяли. Родик, у тебя кто? Иисус. Иисус. Нет, подожди. Христос воскресенье говорят. Христос воскресенье. Ой, я не хочу. Я хочу вот этим вот. Давай сначала. Христос воскресенье. Ты говоришь, воистину воскресенье. А теперь, воистину воскресенье. Теперь попа. Не, 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 попа разверни его. Попа разверни. Воистину воскресенье. Ну ты что так сильно бьешь? Он бьет со всей силой. Так вы неправильно бьетесь. нормально нет правильно правильно ну все разнес сначала носиком родик сначала носиком ну вот и вот у тебя носик носиком села да давай христос воскресе воистину все разбил теперь попкой давай так давайте я возьму вот этот христос воскресе воистину воскресе иисус воскресе христос воскресе воистину воскресе я бью теперь так пока у нас чемпион золотое яйцо как на той фотографии знаете у тебя же разбитые так слова снимаем биджат для того чтобы купить чемодан я уже показывал что нам сломали чемодан но мы постараемся вместе с ним тоже долететь до анталии но единственный момент что все равно нужен чемодан так как билеты которые мы купили до анталии там и минимальный багаж 15 килограмм а наш чемодан весит 26 соответственно и половинку туда половинку туда и беспроблемно отправимся с двумя чемоданами так сказать тот разгрузим иначе иначе он точно развалится и вещи будем уже собирать на этой багажной ленте ну и какой же город без попугаев в данном случае стамбульские попугаи сейчас хотели продлить нашу старую сим-карту в итоге в турцеле сказали нет горит она все финиш надо покупать новую а новая стоит 700 700 лир представляете какая цена на сим-карту 20 гигов тебе все лишь дается короче надо покупать у кого есть внж уже чтоб нам кто-нибудь купил симку купили мы вот такой чемодан черный взяли по бюджету это это знаете как 500 или он стоит так себе колесики тоже пластиковый сам он по моему тоже пластиковый вообще у нас желтый чемодан был очень хороший но вот к сожалению вот так но опять таки сейчас тратится на хороший чемодан тоже не совсем хочется поэтому взяли такой чтобы нам пересортировать вещи и хоть как-то спокойно долететь пересортировал вещи но у нас чемоданы получаются на определенный процент пустые как она будет хрен его знает ну надеюсь доедет но по крайней мере мы точно полетим вообще по ходу без портфеля будет портфель только мой техника и еще портфель с вещами мирончик а чтобы но на крайняк чуть переодеть дети получаются плетят без портфелей и это тоже есть плюс мы пришли поужинать тире пообедать поужинать вот такое заведение мы здесь все кушали первый день когда мы приехали в стамбул здесь классинка и здесь по крайней мере меню хорошие цены нормальные вид на нашу улицу вот в этом доме мы живем вот здесь вот подъезд вот а столовка которую нам понравился цены какие-то неадекватные она находится вот здесь вот наш любимый супчик уже принесли прям сразу огромная тарелка хлеба вот это вообще бесплатно вот столовой мы платили по 5 лир ну как в прайсе написано по ходу дороже вот супчик обязательно нужно добавлять лимончику как обязательно на вкус но нам нравится он радюшка сразу добавил на несут мироновыми не так хочу его так-то давать будет как бы но все мирошка приятного аппетита мирошка ну вот собственно и все на самом деле как я сказал в начале выпуска что вообще не хотели материал выкладывать так как в следующий выпуск он не заходит от предыдущего тоже не подходит а в следующем видеоролике нас ждет очень насыщенный контент во-первых это перелет в анталию во вторых мы будем заселяться туда куда не заселялись огромное количество лет такую интригу держим увидите в следующем выпуске поэтому не забудьте подписаться не забудьте нажать на колокольчик чтобы вам пришло обязательно уведомление ну и конечно же не забывайте про наши социальные сети ссылочки на которые я как всегда оставляю в описании к этому видеоролику все друзья всем пока до нового выпуска